География кори расширилась. Еще по одному случаю добавилось в Барнауле и Тольменском районе. Одного заболевшего зарегистрировали в Михайловском. Причем в последнем случае человек привез заразу из другого региона. Из семи в общей сложности заболевших, полуторагодовалый ребенок и шестеро взрослых. Новые выявлены в данный момент уже в больницах, а первых четверых на этой неделе из стационаров выписали. Основная мера профилактики это вакцинация. То есть мы с вами, как уже говорилось, должны были привиты быть в детстве. То есть мы должны были получить в детстве прививку двукратно в один год и в шесть лет. Те, которые у нас в детстве или не знали, или не были по каким-то причинам привиты, взрослые прививаются до 35 лет. И отдельные категории групп риска профессионального, это медицинские работники, работники образования и социальных учреждений, прививаются до 55 лет. За последние 10 дней число тех, кто пересекался с больными корью, выросло на пять сотен. И теперь контактных официально уже 900, но, возможно, их еще больше. Установить это сложно, поскольку барнаульцы, к примеру, по-прежнему не жалуют теплым приемом медиков, которые обходят квартиры, чтобы установить контактных. Так, в городе сейчас специалисты пытаются обойти многоэтажку на улице Сергея Семенова, где выявили новый случай кори. Но и здесь, как и в доме на Усково, медиков неохотно пускают в квартиры. В Роспотребнадзоре настоятельно призывают горожан изменить поведение. Не хотят люди контактировать с медицинским работником. Никаких ограничений для просто контактных покорей нет. Если он не привит, его прививают, и он дальше продолжает свою жизнь. Но он находится под меднаблюдением. В Роспотребнадзоре признают, что этой зимой кори распространилась шире, чем в годы последних ее вспышек в 2015, 2018 и 2019. Так, если обобщить данные четырех сибирских регионов, то получается уже больше 70 случаев заболеваний. Однако эпидемию кори в Сибири и в частности нашем крае специалисты пока не прогнозируют. Говорят, делают все возможное для быстрой ликвидации очагов. Но развитие ситуации, подчеркивают сотрудники ведомства, во многом зависит от сознательности населения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.